Добрый вечер. Здравствуйте. Мы решили начать лекцию. Если кто не знает, если кто-то хочет, за это я директор Государственного музея. Я счастлива представить вам в рамках выставочного проекта, посвященный мнению, которое в последний год стало сильным моим личным эстетическим переживанием. Мне надо сказать, что у НЭРа вообще-то были серьезные конкуренты. Мне надо сказать, что я кое-куда сидела вся в квартире и никуда не ходила. Я кое-куда съездила, и у меня еще была Биеррана в Венеции, еще у нас всякие другие впечатления. Но ничто не торпилось, такое слово ты видит, не токсина, как НЭР. Для меня это было абсолютное открытие. И мне очень жаль, что НЭР не обсуждается везде, и никто об этом не знает из широкой публики. Потому что это, по-моему, просто ужасная и невероятная несовременность по отношению к тому, что сделали эти ребята, начиная с конца 50-х и заканчивая середину 80-х, если так совсем точно. Но и если сказать из того, что последнее развитие ДНРа получилось совсем недавно, уже в нулевых годах, то, в общем, как выясняется, эта история продолжается. И это чудесно совершенно, невероятно. Потому что есть традиционные какие-то очень скучные, на самом деле, мифы о том, что ничего интересного в русской архитектуре не происходило последних сто лет. Вот как там авангард закончился, так все на этом закончилось. Это совершенно еще не правда. И я очень рада, что не только мне это интересно. И вот люди продолжают ходить, и мы предъявляем выставку. Она не закроется 10 февраля. Она простоит еще, как минимум, три недели. Мы в понедельник поймем, до какого числа точно мою продукцию сделаем анонс. Потому что, как мне кажется, это как раз та история, которую можно рассказывать как можно больше, как можно громче и как можно дольше. Поэтому спасибо вам большое, что вы все пришли. Спасибо. Александру Скоконзатушину согласился прочитать лекцию эту. Потому что, как мне кажется, это речевший случай. Получить информацию из рук человека, который имел непосредственно отношение к тому, что мы видим на выставке. С Казакова мы поговорить не можем, к сожалению. Да еще с массой других замечательных архитекторов ряду получится. Я вот с Борами не пообщалась. Ну, это моя личная такая история. А вот, Александр Скоконзатушину, сколько мы можем поговорить? За это большое спасибо, что согласился потратить свое время какое-то на то, чтобы нам об этом рассказать. И вам еще раз спасибо, что пришли. Да? Спасибо. Во-первых, спасибо, что пришли и согласились послушать какие-то мои истории. Потому что я уже достиг такого возраста. Я вчера с удивлением узнал, что за эту лекцию надо платить. Я уже достиг такого возраста, когда я сам готов платить за то, что меня слушают. Ну, тем не менее. Тем не менее, спасибо, что вы здесь. На самом деле, мне хотелось бы начать с самопредставления вообще, почему я НЭР и я, и что, собственно, здесь общество. Я должен сказать, что я не являюсь ни историком архитектуры, ни теоретиком архитектуры. И то, что я буду говорить, не является никаким научным исследованием, не обладает никакой достоверностью. Я просто себя считаю свидетелем всего этого. Потому что я работал, имел счастье работать, общаться с Гутновым почти 20 лет, с 1966 по 1985 год. Я имел хорошую, такую теплую дружбу с Андреем Багоговым. Я хорошо знал всех остальных ребят и, наконец, слежал. Я тоже имел счастье общаться с Гутновым последним временем. В общем, поэтому для меня, наверное, это не просто какая-то история, это, в общем, часть биографии. И какие-то очень конкретные люди, которые, в общем, я видел. Первое я столкнулся вообще со всем этим явлением. В 1960-м году, когда я выступил в архитектурный институт, Неросцы как раз в этом году закончили свой коллективный диплом. Но надо сказать, что мы первокурсники тогда были достаточно сильно отручены от институтской жизни. Потому что по хрущевской инициативе в этом году все студенты в первых курсах работали пять дней в неделю на стройке или на производстве в других институтах. И только один, да, и учились по вечерам. То есть это было фактически такое вечернее обучение. Поэтому, как бы говорили, мы мало интегрированы в такую институтскую жизнь. Конечно, что-то слышали, какие-то отголоски, какие-то, я не знаю, легенды, рассказы и так далее. Поэтому вообще я всю эту историю делал, наверное, как миф. То есть для меня это, в общем-то, тогда был неким мифом. Я даже помню, что какие-то отголоски делал на первом курсе. Такой мальчик в четвертом или пятом курсе, который имел интерес к одной девушке, которая с нами училась, он приходил. И как бы, желая произвести на нее впечатление, нас поставить на место. Он рассказывал, что он знакомый и дружит с Неросцем. И рассказывал, какие совершенно невероятные они придумали города, в которых будут жить. Чтобы совсем нас убить, он говорил, что вот Леша с Ильюшей придумали такой новый строительный материал, который просто вот так из кишки набрызгивается и тут же застывает. Это вообще полная революция. Это вообще изменит вообще все. Слушали разведки. Но надо сказать, что время тогда было такое невероятное, что, в общем, все было возможно. Это время невероятное началось со смерти вождя. И потом начались совершенно фантастические события. Открылся ГУВАК. И появились люди, которых там или забыли, или никто не видел. Рассказывали совершенно невероятные вещи. Потом произошел фестиваль воодержи студентов. Это тоже был полный вообще шок. Потому что те, та самая заграница, которую там нас ругали, вдруг она оказалась здесь. Их можно потрогать руками. И там какие-то работы. В общем, весь город сошел с ума. Потом была американская выставка, которая просто там добила как бы всех. Потому что мы увидели эти фантастические машины. Увидели телевизор. Увидели их владельники. Все подпили Попсикову. И потом еще долго во всех там домах стояли эти стаканчики из-под Попсиковы. Вот. А потом, конечно, и спутник, и так далее, и так далее. То есть я к тому, мы тут все говорили, что время было абсолютно фантастическое. В Европе происходило все что угодно. Все было вероятно. И поэтому на этом фоне вот какие-то невероятные истории про НЭП, про какое-то будущее, про какие-то города. Которое все воспринималось. Все это было абсолютно нормально. Но главное вообще, про что все это было и про что это было время, это было время про будущее. Потому что всем было ясно, что настоящее оно в общем такое серое, не очень интересное. И вообще это явно такое промежуточное время, которое нужно быстрее скорее пройти, чтобы оказаться в том самом замечательном, светлом и неизбежном будущем. Не важно, как это будущее называлось, коммунизм, развитой социализм или еще как-то. Ясно, что оно будет, во-первых, во-вторых, было абсолютно ясно, что оно будет лучше, чем то, что мы имеем сейчас. И поэтому я бы сказал, что время в общем целом было гораздо более оптимистичное, чем то, что мы имеем сейчас. И поэтому эти люди жили в будущем. И вообще они были молодые. Все эти инерции в 60-м году им было где-то там по 23-24 года. И естественно, что будущее, как я сейчас понимаю, это, в общем, конечно, время молодых. Для них это было еще абсолютно естественно. Кроме того, перед этим архитектуру как бы так немножко оскопили, значит, развернули к типовому строительству. И поэтому, как бы, будущее архитектора предполагало быть неинтересным. То есть, привязки типовых домов, потому что недавно это было восстановление, излишки и так далее. Поэтому, мне кажется, это еще больше как бы их разворачивало в будущем. То есть, они хотели для себя видеть другое будущее, чем вот эти типовые строительства. То есть, идеальные микрорайоны и все то, что происходило в этой стране. И поэтому, мне кажется, поиск этого нового будущего, это были, в общем, новые города. То есть, они увидели, они пошли не по пути поиска каких-то новых архитектурных форм. Они пошли по пути создания каких-то новых строительных структур. То есть, новые города, фантастические вот эти так называемые неры, новые элементы расселения, которые должны были быть такими замкнутыми, они должны были быть не расти хаотично, как в то время все это происходило на самом деле. Это должны были быть такие гармоничные образования, которые в противовес официальной градостроении доктрины, доктрины, что как бы жилье является неким придатком производства. Это должны были быть такие гармоничные образования, прообразы, для которых, скорее, служили какие-то средневековые города, которые должны были иметь центр общения. То есть, это тоже такой прообраз левоимские термы, где свободные граждане, горожане ходят, обмениваются, не знаю, новостями, сплетнями или еще чем-то, или площади средневековых городов. То есть, центр общения. Центр общения, потому что какой-то функциональный подход, который существовал в то время, он предполагал, что жилье – это то место, где люди должны восстанавливаться. То есть, восстанавливаться после того, как они потратились во время производства, восстанавливаться для того, чтобы на следующий день с новыми силами, с новой бодростью работать. Поэтому появление вот такого нефункционального элемента, как центр общения, такой признак свободных граждан – это была такая достаточно сильная новость. Кроме того, это еще базировалось на неких, которые сейчас, может, покажутся сомнительными, социологических обследованиях, что предполагалось общение по интересам. Возможно тогда, когда количество людей, горожан, которые могут выйти на эту площадь, собраться, их должно быть порядка, там, минимум, 200 тысяч. Поэтому таким оптимальным размером вот этих мэров было порядка 200 тысяч. Это давало тебе уверенность, что выйдет там вечером на площадь, ты найдешь человека, с которым тебе будет о чем поговорить. Все это кажется наивным и тропичным, но на самом деле не так и наивным, потому что до сих пор в рамках таких обсуждаемых сейчас теорий развития, пространственного развития, как это сейчас называется, нашей страны, обсуждаются такие, может быть, тоже не менее наивные идеи, что, скажем, нам не хватает городов трехмиллионников. Не 200 тысяч, а 3 миллиона. И если вот в стране появится несколько городов трехмиллионников, тогда как бы жизнь наладится. А 3 миллиона – это вот то самое оптимальное число с точки зрения экономистов, потому что сейчас уже как бы эти параметры задают не социологи, как когда-то тогда, а экономисты. Вот экономисты считают, что вот такой полноценный город, который будет функционировать так, как надо – это вот 3 миллиона. Так скажем, может быть, это и не как наивно, может быть, на самом деле существует какой-то оптимум идеи, и 3 миллиона, и не 200 тысяч, никто не знает. Вот. Тем не менее, значит, этот «Нерв» как бы состоял из двух частей, или из нескольких частей. Это был коллективный дипломный проект, которого делала группа, ну, там, есть такие фамилии все известные, где-то Купнов, Держава, Рудиментон, Ритунова, Садовский, Костыкин и так далее. Может, я не все упомяну, не важно. Их здесь нет, поэтому меня прости. Вот. И второй, как бы, такой выплеск «Нерв» было еще несколько таких экспозиций в Институте теории истории, когда одновременно там с какими-то городами будущего, которые представлял Вячеслав Октев и Гунст, Пчельников, и Конников такая была компания. Значит, «Нерв» тоже выставлял какие-то свои идеи. И, наконец, Бутнов слежал, поскольку они написали книгу, которая вышла в Италии, которая была переведена на английский еще и язык, и так далее, и так далее. Это был уникальный вообще такой выход советской, в общем, архитектурной мысли, вот, за рубеж. И поэтому, значит, за границей знали, что есть такой «Нерв», поэтому Бутнов слежал и получает приглашение сделать, как бы, экспозицию на Ниланском тригинале в 68-м году. Это было что-то совершенно фантастическое. И, в общем, именно тогда, немножко раньше я получил приглашение тоже участвовать во всей этой деятельности. Ну, это, в общем, была, скажем, большая для меня честь. Вот. И с большим энтузиазмом мы делали вот эту выставку, миланскую экспозицию, вот, в которой вот это «Руксово-Вселене», вот это «Розлец», вот это, то, что Бутнов называла «Бабочка» и так далее, и так далее. И все это было выставлено, и все это, значит, имело какой-то успех. Ну, во всяком случае, мы были горды собой и счастливы, и так далее. В то время за границу никто особенно не ездил, выпустили там с трудом одного Бутнова, который поехал, как-то эту экспозицию устроил. Надо сказать, что никто только не знал, что произошло дальше. Вот только здесь, когда я здесь читал Жанру Луикоэн лекцию, он рассказывал, что было на самом деле. А это уже 68-е годы. В 68-е годы в Милане, так же, как и в Париже, во все его, начались студенческие волнения. И все эти леваки, значит, они пришли в день открытия на этой миланской тригнале, все исписали там написаны из лавончика, заколотили двери. И вся эта выставка, оказывается, действовала только три часа. Поэтому вообще на самом деле никто не видел. И вот буквально несколько фотографий, которые, значит, удалось ли для этой выставки, экспозиции, будет царапать из этой миланской тригнале, значит, это все, что, в общем, об этом известно. Поэтому вот эти левацкие выступления, они, может быть, сорвали такой большой международный триумф мера, потому что вот все это просто не очень известно. Но дальше было еще несколько таких событий. Да, еще хотел бы сказать, что, ну, не то, что упреки, но, как бы, я уже начал об этом говорить, что, в общем, не ставилась задача поиска какого-то нового архитектурного языка и каких-то новых форм для всего этого. Скорее, его было в каких-то таких лубанистических идеях, которые тогда развивались и двигались. А язык, в общем-то, ну, как бы, тут не трудно увидеть и Паулу Салери, и Архитраму, и еще каких-то там, не знаю. То есть, как бы, пользовались тем, что, в общем, тогда было в обиходе. И, в общем, это не считалось главным. Вот на этом языке, как бы, рассказывались, тем не менее, достаточно революционные идеи, потому что, ну, если, наверное, это, может быть, сейчас такой двухсоттысячный город может вызывать такую ироническую лунику, то вот это самое русло расселение, то есть, как бы, представление, что страна – это дорога. Наша страна – это большая дорога с запада на восток. И вдоль этой дороги, вдоль этого тракта, есть города, такие станции, и так далее, и так далее. Во-первых, это соответствует реальному, как бы, уважению вещей. И, в общем-то, как бы, это, я считаю, до сих пор и неправедливо. Вот. Тем не менее, значит, были рассказаны эти луниционные вещи. Потом еще состоялась такая не очень понятная и мятная ситуация – это выставка в Осаке, международная была выставка в Осаке, я думаю, 70-й год, где тоже было получено приглашение сделать какую-то экспозицию на тему НЭРы. Это был большой макет, который был помещен в этой гигантской платформе по проекту «Кензе Данге», которая там была, что-то не помню, 300 метров длиной, там, высотой, там, 30 или еще сколько-то метров, и толщиной вот эта платформа от земли полометров, наверное, 12 или больше, где-то там, значит, наши изделия, буты, хаос, но это уже никто не видел, ни бутнового не лежало туда, не пустили и так далее. Вот. И можно сказать, что вот здесь, как бы, для меня, мне кажется, очень важное время, убежное, потому что вот тогда именно закончилось и так далее, и так далее. Некоторые считают, что НЭР – это все, что вот длилось до 2000-го или еще какого-то года. Для меня, как бы, НЭР – как вот новый элемент расселения, как вот это какое-то явление, оно закончилось вот тогда, в конце 60-х, начале 80-х. Это, мне кажется, очень вообще важное время, убежное, потому что вот тогда именно закончилась вот эта какая-то безоговорочная вера в будущее, безусловная вера в то, что завтра будет лучше, чем сегодня или чем вчера, и так далее, и так далее. И наступило время, я бы сказал, такое более приземленное, более инцидичное. Это совпало вот с этими, во-первых, студенческими оболнениями, и, конечно же, еще были такие рецидивные настроения, потому что 68-й год, танки в Праге, это все напоминало Венгрию, которая там была за 10 лет до этого, и то, что, казалось, уже осталось далеко в прошлом, и вдруг вот оно возвращается. Потом мы привыкли уже к тому, что прошлое возвращается, постоянно возвращается, никуда от нас не девается. Но тогда это был большой шок. Еще было много всяких событий. И вот этот воздух парижских леваков, что требуйте невозможного. Требуйте невозможного. Будьте реалистами, требуйте невозможного. На самом деле в этом есть другой воздух, в этом есть откровенный отказ от какой-то этой веры в будущее, потому что требуйте невозможного, это значит требуйте сейчас, это не когда-то в будущем, потому что ответ на это не может быть такой, что да-да, у вас все будет, но когда-то там, не беспокойтесь и так далее. Ответ может быть только здесь и сейчас. В общем, мне кажется, что это тоже вот некий такой переломный момент, когда, в общем, будущее закончилось, машина времени, которая вот так нас неумолимо толкала в будущее, немножко сломалась, затормозила, и, в общем, началось другое время. Началось другое время. Сама эта группа, в общем, НЭР, она, в общем, называлась группа НЭР, она распалась, фактически. Часть людей, Садовский, Нижавр, как раз Рикин, они вернулись в Мархи, в Альмаматор, и, в общем, продолжали там деятельность, которая во многом там, ну, напоминала вот эту НЭРовскую деятельность. Об этом очень хорошо пишет Мария Пантелеева в своих заметках по поводу НЭРов. Она очень хорошо там и тонко подметила, что, как бы, уже в следующей такой мархишной интерпретации вот эти НЭРовские идеи, они как бы превратились в театры. Вот эти замечательные, знаменитые конкурсы, которые делались, то есть город как театр, центр города как театр, и так далее, и так далее. Значит, это было тоже, как бы, в другой ситуации, продолжение вот этих НЭРовских идей. И для Садовского это был не только такой, как бы, театр как проект. Садовский реально играл в театре Азовского, что он был успешен как актер. Он играл роль Сатина в Органское пьесе над ней, и так далее, и так далее. Вот. А что касается Лежавы, то вот его усилия студенты. И мне кажется, что очень важно то, что вот эта миланская история и японская история, они как бы поломили вот эту дорожку, и по этой дорожке стало уже возможно вот эти студенческие, было как бы освоено технологии, как вот эти замечательные студенческие проекты могли попадать за границу, и так далее, и так далее. И все, насколько я знаю, это в большой степени с подачи Лежавы происходило. И вот это его деятельность. Кроме того, Лежава не оставлял свою вот эту, это в общем его идею, вот этот город, не город, а страна-дорога, Русла и так далее, потому что он когда-то в 50-е годы принял путешествие такое романтическое, что они привели этого всего Транссиба, и, очевидно, это произвело на него неизгладимое впечатление, но он понял, что такое вообще Россия. А для этого нужно действительно поехать по этому Транссибу в неделю, чтобы понять, что это такое, что это за страна, в которой мы живем. Потому что, конечно, живя здесь в Москве, мы совершенно не понимаем, что это все такое значит. Но Лежавы произвело большое впечатление, и потом вот эта идея такой, как бы страна-дорога, ну, не оставленного, и последний раз он к этому возвращался уже в компании с Хазановым Михаилом, они делали такой проект Транссиб, по-моему, называлось это где-то, публиковалось и так далее, и так далее. И два года назад я слышал выступление, лежало на пленатном заседании Российской академии архитектуры, где он рассказывал вот обо всем этом. Он опять рассказывал о вот этой руслевоселении, он рассказывал о этих городах-станциях, которые вокруг. Эти города такие самодостаточные, они напоминают корабли. И надо сказать, что среди всех выступлений, которые тогда были в этой академии, это единственное, что было интересно слушать. И меня такая как бы поразила и обрадовала такая верность теме Лежарина. То есть эта тема как бы его не оставляла до конца. Я слышал, как он эту тему представлял среди там умных людей, экономистов и так далее. То есть тех, кто сейчас думает как бы о будущем, значит, они как бы как бы отнеслись достаточно скептично, но тем не менее, вот такая верность тема, мне кажется, очень важна и ценна. Ну, естественно, он не оставлял каких-то совместных усилий с Гудновым. Вообще, надо сказать, что они были замечательная пара. И такая у них была синхронная жизнь. Они вместе защищали диссентацию в один день. И одну там помогли, вторую докторские тоже. Они написали вторую книгу, которая тоже, значит, имела успех. Кроме того, они там дружили с семьями. И наконец, наконец, еще это случилось как бы еще одна такая мобилизация всей этой нейровской команды. Это в 78-м году, когда опять же Гуднову, и лежали в очередном месте, было предложено сделать экспозицию в только что открывшемся центре Помпиду в Париже. Экспозицию «Советская архитектура». Вот, что она такое себе представляет, вместе с какой-то историей советская архитектура и так далее, и так далее. Была сделана вот эта интересная выставка. И хотя уже все занимались какими-то своими делами, как бы тоже все мобилизовались и участвовали в этой выставке. И даже какие-то новые люди как бы оказались затянутыми в этот вот болот Гнездилов, которые там любят вспоминать, как он тоже участвовал в подготовке этой экспозиции. И все это было дико интересно, и так далее, и так далее. Но это уже был не НЕР, это был уже такой другой НЕР. НЕР все-таки включился, понимаете? НЕР – это все-таки еще, мне кажется, не столько какое-то количество книг, проектов, экспозиций или еще чего-то. НЕР – это, в общем, какая-то команда. Это, в общем, какая-то дух команды. Это вот тот самый «Тим Спирит». А начиналось-то вообще все, на самом деле, с театра. Потому что в начале всей этой истории, в 50-е годы, это были студенческие капустники, которые ставил Путнов. И сценарий он писал, и он был режиссером, и так далее, и так далее. И тогда как бы пробилась вот эта такая мобилизация людей вокруг какой-то идеи. И мне кажется, что вообще театр, и вот Кирилл Гладкий, который здесь сидит, которому повезло участвовать тоже в похожих ситуациях с Елмоваевым, с этим театром «Тафт», да? Да. Мне кажется, что это очень такая естественная ситуация. То есть театр, который как бы создает какие-то коллективы, команды. А эта команда может быть как бы способна на многое. То есть не только вот, скажем, НЕР сделал то, что они сделали. Они могли сделать гораздо больше. Потому что вот это командное такое состояние, мне кажется, это очень важно. И все, кто как бы к этому прикоснулись, как бы, можно сказать, причастились, они так или иначе этот дух транслировали дальше. Вот. Что касается Курмова, то после всей этой НЕРовской эпопеи, он вернулся в моспроект, где он работал в мастерской Нестерова. Он был ГАПом. Они проектировали и строили довольно успешно дома где-то на востоке столицы. Дома были хорошие, но, в общем, в принципе, они не сильно отличались от всего того, что строилось в то время в Москве. Потому что, ну, как бы, возможности нашей индустрии, они, в общем, достаточно сильно лимитировали любую архитектурную фантазию. И поэтому, когда в 73-м году он перешел в институт Генпуана, мне кажется, это был абсолютно логичный и естественный ход. Потому что институт Генпуана, это, может быть, было единственное место, которое вообще как бы занималось будущим. То есть оно проектировало будущее. Так или иначе, оно этим занималось. Вместе с ним перешло в Генпуана работать Харитонова. И за два месяца до этого Юдинцев и я тоже оказались в Генпуане, но уже по некому такому уговору или сговору с Гутновым. И, в общем, на основе вот этой такой начальной команды начал возникать отдел, который возглавил Гутновым. Назывался он отдел перспективных исследований. И, в общем, там не было как бы случайных людей. Все люди подбирались как бы, как теперь говорят, калиброванные или еще что-то. В общем, каждый человек проходил какой-то такой строгий отбор. Команда была очень хорошая, дружная, замечательная и так далее. И вот, хотя это уже был Генпуан, но вот такой Тим Спирит и Дугнера, он там продолжался. Мне кажется, это было очень важно. На самом деле здесь Гутнов продемонстрировал все свои совершенно фантастические качества. Потому что работаем на институте Генпуана. Во-первых, мы сидели отдельно, мы сидели в доме, где София над редакцией журнала «Юность» и жили совершенно автономной жизнью. И только ходили в этот Генпуан получать зарплату два раза в месяц. И придумывали сами, в общем себе, работу. То есть мы придумали какие-то темы, которые нам казались актуальными, важными и так далее, и так далее. Гутнов, где-то будучи политиком, будучи, я не знаю, артистом, будучи жуликом, обманщиком и так далее, и так далее, он сумел убеждать начальство Генпуана, что это именно та тема, именно то, что нужно сейчас в городе. И, кстати, мы вели какие-то работы, которые, в общем, не были традиционными для института Генпуана. Это было замечательно. И, в общем, мы жили, конечно, совершенно оторваны от той реальной жизни, которая происходила. И все это благодаря, как мы умеем, создать такое прикрытие. Понимаете, мы все работали под прикрытием. Были его прикрытием, это было замечательно. Но в 1986 году стало ясно, что все вот это не дается просто так, что Куртов заплатил высокую цену и в 1986 году его не стало. И отдел его просуществовал еще несколько лет. Значит, какие-то работы начаты и так далее продолжались. И, на самом деле, было сделано довольно много всяких работ, которые до этого не делались. Очень вообще был интересный сюжет, как из будущего мы оказались в прошлом. Потому что, с одной стороны, это все произошло на убеже 60-х, 80-х годов, когда вера в будущее закончилась, когда экспедиция в будущее завершилась. Но, помимо всего этого, мне кажется, поскольку все это архитекторы, действовали какие-то чисто эмоциональные ситуации. Потому что нам всем стало понятно, что рисование вот таких каких-то фигур, там, я не знаю, форм и так далее на фоне ничего или на фоне таких же форм, это, в общем, неинтересно и, в общем, это скучно. То есть не хватает какой-то контрастности. И тогда, значит, было замечено, что какие-то новые формы, как бы нарисованные, изображенные на фоне чего-то существующего или чего-то исторического церкви, вроде гораздо острее. И, может быть, именно через это мы пришли к тому, что нам сначала был нужен исторический город, как некий просто фон для вот этих наших фантазий. А потом выяснилось, что вообще все это представляет самостоятельный интерес. И вообще у всего этого исторического есть какая-то своя структура, которая, в общем, достойна изучения. И в результате, в общем, в этом генплане мы занялись изучением исторической Москвы. Значит, это были три района, которые лечили. Район Столешниково, район Покровки, район Солянки и Арбата. Для которых были сделаны довольно такие детальные проекты. Там с пешеходными зонами, с профессиональным зонированием и так далее. И так далее, с ритейлом. Ну, в общем, я бы сказал, абсолютно современные проекты. Но, естественно, это было сделано на том языке того времени. Это были вот 70-е, начало 80-е годы. Потом начались заповедные зоны. Они тогда начинали замоскворечь и еще что-то. И так далее, и так далее. То есть, дальше, значит, в этом отделе разрабатывались некие математические модели. То есть, очень много было начато каких-то работ, которые были абсолютно новыми для того времени. Потом они, в общем, естественно, продолжались. Значит, почему же все-таки вот я называю вот это все мифом? Ну, потому что, возможно, это мое личное ощущение. А второе, что, в общем, довольно много еще людей, которые все это помнят, которые живы, которые могли бы рассказать какие-то совершенно другие истории, версии всего вот этого. И поэтому прийти к какому-то единому мнению нам невозможно. Поэтому, естественно, вот эта нервская история, это много-много-много разных версий истории. Что-то меня, то я с огромным удовольствием послушал бы версию «Лежала». Потому что «Лежала», во-первых, был замечательный рассказчик, который бы начал с того, что он бы сказал, нет, все было не так. Все не так, и дальше он бы сказал, как все было на самом деле. И очень жалко, просто большая горесть, что он лежал, нету сейчас с нами, когда все это затевалось, эта выставка и так далее, казалось, что он будет, и он просто будет украшением всего этого. И если кто видел вот этот фильм, который идет наверху, и там замечательно лежало в конце его последние слова, когда он говорит про сипулек, про жуток и так далее. И вот эти те слова, с которыми он от нас уходит, так махнув рукой, вот лежал, был вообще потрясающий человек. Для чего же вообще нам сейчас вся эта история, и в чем, как бы, эта НЭРовская история, и в чем, как бы, добрый молодцы вулок? Мне кажется, добрый молодцы вулок в том, что, вспоминая НЭР, то есть, как что-то посвященное будущее, то что-то делавшееся ради будущего, мы можем, как бы, сравнить наше сегодняшнее, как бы, отношение к будущему и наше сегодняшнее ощущение к будущему с тем, как оно было, в общем, уже, извиняюсь, 50 лет назад. Вот, и, что называется, почувствовать разницу. И мне кажется, что наше ощущение будущего, ну, во-первых, оно, не знаю, может, это возраст, может, я не прав, не соглашается со мной, оно такое достаточно депрессивное, и мне кажется, что, продолжая, как бы, те тренды, в которых мы, как бы, сейчас пребываем, мы вряд ли выйдем на какое-то позитивное, радостное ощущение будущего. Вот, поэтому, мне кажется, вот, эта НЭРовская вся история, ну, вот, дает нам почувствовать какую-то вот эту разницу. Еще хотел бы вам в конце обратить внимание, что помимо всяких наивностей, которые мы можем увидеть во всех этих проектных делах, тем не менее, вот, так, тогда, в 60-м году рисовалось, вот, устройство нашей страны, и тогда не было космических снимков, да? Это не самая удачная версия, но вот она показывает, что вот эта центральная часть, где мы видим, практически, сетевую структуру, как это там, а потом она вытягивается, не хватает, просто она, она же слишком большая, чтобы влезла в один кадр, она вытягивается, вот, примерно, в то, что вот нарисовано там и там. И мне кажется, что вот это, как бы, предвинение, или, не знаю, предчувствие того, что будет на самом деле, это тоже, в общем, некий критерий качества всего этого. Все, спасибо. Да, если есть вопросы, конечно, и слова. Александр Ильич, вот, у меня все-таки воспринимается не только как архитурное, но и как политическое высказывание, не знаю, может, мое личное впечатление, но, учитывая, ну, вон, в какую глубину, там подумывается система отношений между людьми, и насколько она является модельной, скажем так, да, в этом случае. Вот Евгений Кричас, который здесь будет завтра выступать, он как-то обмылся, что по его встрече с Гутновым, Гутнов был убежденным коммунистом. Это вопрос, на самом деле, очень многих интересует. Вот, как Паша мнение? Это один вопрос, а второй, вот, здесь на выставке, в таймлайне, присутствуют события в Чехословакии, да, и для многих это был какой-то такой трилома, тоже, вот, по вашим воспоминаниям. Наколько группа НР, ну, как-то зарегистрировала это событие, была ли сильно какая-то? Я скажу, что, в общем, группа НР была, как бы, политична. То есть, с одной стороны, такая, как бы, в то время была модная такая кружковщина или групповщина, и люди, в общем, от этой самой, как бы, скучной жизни уходили в труде сиделся, там, кто еще такой, кто в пьянстве, кто в какие-то, там, футуристические, там, исследования. Вот. Но, надо сказать, что, во-первых, у нас было немного информации, кроме голоса Америки, BBC, там, и немецкой волны, о том, что происходило, на самом деле, в Праге, да, вот. Хотя, от этого, ну, какое-то, я бы сказал, гнетущее ощущение, конечно, было. Но сказать, что вы хотели так же, как эти замечательные люди, которые вышли на Красную площадь, это тоже, в общем-то, как и не было, широко известно. И если об этом и что-то и было известно, опять же, из этих самых вражеских голосов. Что касается Гутнова, то в то время мало кто не был коммунистом. Или Жава был коммунистом, и Гутнов был коммунистом. Но, по-моему, тогда, чтобы оставаться в архитектурном институте в качестве преподавателя, в какое-то время, я уж не помню, наверное, это где-то в начале 80-х, было бы это решение, что все преподаватели коммунисты. Или становись коммунистом. И становись коммунистами были практически все это, в общем-то, не сильно детерминировало такое, как бы, бытовое или нормальное поведение. То есть это, конечно, детерминировало в каких-то выходах, там, не знаю, какие-то инстанции, еще что-то, где, естественно, нужно было говорить на правильном языке. Поэтому, упоминая, как бы, о этой ловкости Гутнова, который вот... Это же было тоже, на самом деле, это большое искусство. Понимаете? Он владел этим искусством. Это нужно было быть артистом. Это нужно было быть демоголом. Это нужно было быть обманщиком и так далее, и так далее. Для того, чтобы какая-то... То есть, что происходит сейчас? Для того, чтобы работала какая-то успешная группа, например, архитекторов, ну, вот как, типа, наша первостория, да? Значит, она должна быть прикрыта, но прикрыта, вот, как бы, так, да? Да, поэтому, как бы, приходится браться за какие-то работы, за которые, в общем-то, в другое время и по-брескому бы браться, да? Ну, потому что люди работают здесь, они должны зарабатывать деньги, у них семьи, там, кредиты, пятые, десятые и так далее. То же самое для того, чтобы та группа, вот, НЭР, могла заниматься чем-то интересным, да? Могла заниматься с интересом, с энтузиазмом, не просто, там, не знаю, скучать, там, и пить водку, как все делали на работе, для этого они должны были находить какие-то темы, понимаете, которые были нам же интересны. И для того, чтобы мы могли заниматься этими темами, без вот этого, как бы, без этих замечательных качеств группного, это было бы неважно. Поэтому я в этом ни в коммунизме, ни в чем там, ни секунду упрекнуть не могу. Да и кто не был коммунизмом? Коммунизмом, наверное, это поменится. Вы хотите, чтобы скрыть? Для коммунистов это не есть. Нет, для каких-то. То есть, я не знаю, как в то время этого надо начать. Вот интересно, вот, были ли какие-то... Я так слышал. Я так слышал, да? Были ли какие-то элементы самоэклексии, что ли, вот, вот, участников, вот, ну, вот, например, воспринимали ли они этот проект как действительно такой проект, который можно было бы реализовать? Каким образом можно было, с точки зрения, покрыть страну равномерной сетью одинаковых стотысячных поселений? Вот это действительно они в это верили и обсуждали? Нет, это серьезно, конечно. Или это было, как бы, уже для них чистая фантазия и не только. И еще вот, ну, как бы, элементу самоиронии какой-то, были ли вот творческие? Вы, разговоры между собой, ваши разговоры. Вот как это все было? Нет, конечно, были сомнения, но, благодаря, я бы сказал, во многом именно прилижали ли им такой уверенности, лежал бы еще, как бы, такой очень ловкий манипулятор, если кто с ним и не уделал, он с этим согласится, да? И лежал бы, умел, как бы, напустить туман и такие молодые мозги. То есть, конечно же, ну, я и до сих пор не очень понимаю, как эти стотысячные, двухсоттысячные города могут образовываться. Знаете, ну, есть еще, когда вот что-то делается, то есть, ты должен, как бы, немножко перешагивать через сомнение. Иначе, в общем, ничего не получится. Наверное, каждый, в общем, ну, не знаю, человек, сталкиваясь с такой творческой задачей, он это понимает. Ну, никто его, в общем, и не одернул. Просто прошло время, и это закончилось. И, в общем-то, я должен вам сказать, что, начиная с начала 70-х годов, никто и не вспоминал этот нерв. И, в общем, ну, так был какой-то нерв, цинерв, цинерв. Вот, и все это случилось буквально и во многом, благодаря энтузиастам, которые сделали эту выставку, главный энтузиаст – это Александр Гутнова, дочка Гутнова, благодаря ему. То есть, она отдает, отдавала, как бы, в том числе, и долг такой семьи, и Пателеева, и больше того, и оказалось, что, несмотря на всю эту, как бы, наивность, и совершенно правильные бывали, да и сейчас мне это тоже кажется, вообще много таким смешным и наивным, но, несмотря на все это, это имеет какой-то резонанс, понимаете, и Европе это знает, и, не знаю, в обеихе об этом знает, ну, как бы, ну, наверное, неправильно нам сейчас плеваться на этой паралитет, все глупости, там, не знаю, детские шалости и так далее. Вообще, времена, как бы, меняют отношения. Я сравнил вот эту ситуацию с таким, как бы, спутником, ракетным или каким-то космическим аппаратом, который был запущен на какую-то далекую орбиту 50 лет назад, ну, как, знаете, кометы, и вот прошло 50 лет, и вот он опять вернулся, и мы, как бы, с ним встречаемся, там, что-то узнаем, что-то там нам кажется возможным, что-то смешим и так далее. Ну, в общем, я честно скажу, что такой сильный саморефлексий не следовалось. А скажите, можно я спрошу, а как мы вообще рассматриваем ситуацию с архитектурным наследием? Вот что они думали делать при саплетах со старыми городами? Вы знаете, как раз, когда вот это, это было 68 лет. Вы, наверное, прекрасно помните, что темы этой наследии вообще, как бы, в архитектурной среде не было. Она вообще появилась спустя несколько лет. И поэтому, вот, я говорил, что когда закончилось вот для нас это самое будущее, и в начале мы заметили существующие, а все были как бы совершенно параллельно. Для архитектурных людей, мне кажется, это была очень распространенная ситуация. Потому что если вы вспомните практику 60-х годов, когда все рисовали эти скучные там дома, а каждую осень в Доме архитекторов случалась выставка акварели. И все эти, там, я не знаю, люди, которые рисовали эти ужасные дома, они оказывались прекрасными художниками, прекрасными акварелистами. И вот это раздвоение, оно было абсолютно естественное. Люди ездили по северу, по северам, как теперь говорят, рисовали вот эти акварели, возвращались сюда и рисовали свои тепловые дома. Это было как бы разные вот такие ипостаси. И только вот где-то в начале 70-х это стало сходиться. То есть, когда только люди стали замечать и вообще обратить на их внимание, что вообще своими действиями они разрушают все то, чем они любуются в другое время и так далее. Поэтому этой темы не было. Ну, формально там вот здесь можно увидеть какие-то вот на этой схеме старые города, к которым как-то что-то улепляется новое. Но это не более чем картинки. Но всерьез эта тема зазвучала, когда вот мы стали работать в институте Генплана с 73-го года. И тогда мы, собственно, открыли массу таких тем, которые были абсолютно новой структурой. Например, мы тогда открыли, что, это смешно сейчас говорить, что, скажем, исторический город, он состоит из землевладений, парцелл. И что у каждого квартала и строительства есть такая своя структура, которая стоит из парцелл. Потом эти открытия пригодились нам уже, когда вот уже работали на стоженке и так далее. И тогда это было абсолютно новостью. И больше того, если вы помните таких замечательных наших племенителей старины, как, скажем, Валерий Сергеевич Маркус, который так ильяно выступал за историческое наследие, я помню, как в 60-е годы на каких-то там парт-хозактивах ночной вставал и громил, говорил, мы эти клоповники будем сносить. То есть вообще изменилась как бы позиция людей. И вот когда вы говорите, тогда этой темы просто не было. Нет, она в каких-то кругах существовала, но в профессиональных кругах архитекторов ее не было. Были мастерские, которые занимались обследованием мастерства Элипсона и так далее, и так далее. Но это были такие, в общем, достаточно мастерские специалисты, которые занимались обследованием, инстаграцией и так далее, и так далее. Саша, впечатление такое, что такая задача большая, масштабная для всей страны. Это вопрос государственного заказа. Был ли хотя бы намек на это? То есть был ли, или в обществе возможно был такой вопрос? Висел ли этот вопрос в воздухе? И откуда вообще появилась идея вдруг сделать, ну, дать такой ответ? И ты ободвался о том, что была еще группа архитектов, в том числе и вокруг Иконникова, которые занимались чем-то схожим. Вот с чем вызван был этот вообще интерес к этому огромному пространству страны? Это часть моего вопроса, потому что сейчас есть такой запрос, Минэкономразвитие запрашивает эту концепцию пространственного развития. Вроде бы как раз про это. Или это все не так? Как тебе нравится? Значит, когда такого запроса не было? Во-первых, тогда не было какой-то такой широкой информации, может быть где-то какого-нибудь там гипрогорья там или еще где-то. Госплайн. Нет, ничего такого не было. Рассматривались какие-то концепции вот расселения по стране. Но какой-то такой ясный, такой имеющий какой-то характерный образ структуры, приложения не было, это точно. То, что не было никакого запроса, не было заказа, это тоже как бы точно. Мне кажется, что это была в общем-то такая неровская инициатива. То есть предлагалась какая-то новая другая организация жизни. И поскольку мы не предлагали каких-то других форм, мы предлагали другую как бы структуру жизни. А все это начиналось с городов, начиналось вот с этой системы расселения. И вообще, мне кажется, это вот лежаве на достижении, то, что он смог как бы дать в преборс. Понимаете, вот вся эта наша великая страна и увидеть, что вообще вот это страна-дорога. Понимаете? В то время был, или чуть позже, была написана книга тоже с таким ландшафтным названием Архипелад Гула. В общем, карта другая. Немножко другая карта, да. Но в общем, тоже, если так, в колокольце... Вообще, это очень интересная, мне кажется, тема. Насколько вот, скажем, буду строить в лабанистике важно какое-то образное начало. Значит, здесь, естественно, это очень сильно и очень много этого продавало значение и, возможно, даже чрезмерно. Для меня вот хороший пример. Вот Генплан, который недавно там отстраивали еще Кузьмин и так далее, который считался вообще очень грамотным таким документом, и, наверное, он таким и был. Я уже забыл, как он назывался, то ли возможностей, то ли там, наоборот, еще чего. Но у этого Генплана, как бы, вот, как такого документа не было никакого вот образного начала. То есть это был набор документов, набор цифр, там, я не знаю, набор каких-то схем. Но никакого вот... Потому что предыдущий Генплан при всей его глупости, когда это было 8 этих самых универоочных зон, то есть Москва разбивалась на 8 или 7, я уж извиняюсь, забыл, таких цветков, такая ромашка, и каждый имел свой центр, и каждый там был рассчитан на полтора или два или миллион, и так далее, и так далее. И вот такой цветок. Еще когда ты пришел в Генплан работать там на всех обложках, еще рисовался вот этот цветок. Значит, с одной стороны, это может быть наивно, и пытаться представить такое огромное образование, как Москва, как какой-то область. Мне кажется, без этого мы не почувствуем вот эту чудовищную материю, которая вообще гранит, не знаю, опрокинуть навсегда всю страну. Если всему этого... Для этого должны быть какие-то люди, которые умеют давать какое-то еще образное такое звучание и все эти проблемы. Мне кажется, это важно. Можно уточнить немного? Вы сказали, что вас пригласили в группу, и вы были возвращены. Вот все же с вашей тогдашней позиции, что именно вас привлекало во всей этой идее и концепции, особенно учитывая, что вы уже не могли придумать ее с нуля, что для вас было там таким завлекающим и нечистящим. Ну, во-первых, просто, когда известно, что существует, как я вначале говорил, какие-то там фантастические люди, которые делают абсолютно там черт и что-то, понимаете? А чем только вот наружу доходят какие-то слухи? И ног тебе говорят, иди сюда. Ты нам нужен. То есть это сразу автоматически, а потом уже как бы узнаешь, а что это, а зачем? То есть уже в работе ты начинаешь понимать... Но все же ваше профессиональное восприятие, я понимаю, что значит... Понимаете, профессиональное восприятие, на самом деле, на первом курсе я кончил институт, мы не так вообще много чего понимаем. И если кому-то повезет оказаться в хорошей компании, то это замечательно. Считать, что мы готовы там что-то оценивать, что-то понимать, или что вокруг нас происходит, мне кажется, это несколько самонадеянно. Поэтому я действительно был как бы польщен, что меня позвали и был доволен. Я до сих пор не жалею, что я оказывался в хорошей компании. И что касается вот этого, как бы, Team Spirit, который вот, благодаря Лукнову, который как бы начиная с каких-то студенческих театров, потом через эту группу Миланская и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот я даже пытался, возможно, и сейчас еще пытаюсь, что-то подобное вот в нашей Растуженке, какую-то часть вот этого. Но не по сути, понимаете, опять же, не так важно, что это группы, эти команды делали. Важно, что это были команды, которые были готовы к выполнению этой команды с настоящей. К выполнению очень разных, серьезных задач. Если они в то время не были востребованы, это время было такое. Время было очень застойное, я бы сказал, вот эти 70-е, 80-е годы. В общем-то, я вспоминаю свою биографию, я там помню, что было 60-е, и у меня примерно 15-20 лет, просто провал, я ничего не помню. Что это было? И то, что в это время, благодаря, в том числе, в ГУДНОУ, мы имели возможность заниматься какими-то интересными, профессиональными делами, для меня это очень, как бы, важно и ценно. Можно я продолжу на вашем вопросе, чтобы вы уточнили. По прошествии, вот, многих лет после этого, тем, спирит, понятно, что это действительно живет в Востоке. Но вот из этих идей, что-то, основу вашего, вашего креда, такого вот, профессионального, вот, что-то есть из этого? Или это просто вот красивая такая вещь, там, на все это? Знаете, это смешно говорить, но вот в 70-е годы это была новость, что приступая к какому-то проекту, нужно вообще провести серьезный анализ существующего ситуации, что нужно собрать вообще все, что на эту тему делалось до сих пор. То есть, то, что сейчас это просто автоматически происходит, тогда это была большая новость, понимаете? И когда мы начинали изучать подоснову какие-то исторические, это тогда назывались исторические срезы и так далее, и так далее, это, ну, сказал, прорыв. Сейчас даже, ну, многое из того, что тогда казалось таким эволюционным, сейчас стало абсолютно рутинным, и даже смешно говорить, а мы, а мы тогда там впервые то-то, 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 ну, неважно. Но, в общем, очень много было сделано впервые. И я думаю, что, ну, и сейчас мы пытаемся в каждой новой ситуации проектной подходить, ну, как бы, подумавши. Если вам нравилось, папа. У меня вопрос про формальный язык. Ты сказал, что его, как бы, не существовало, поэтому это, вот, скажем, миланский пример возник из такого общего, духа, что я не знаю, насколько у вас и только время, насколько у вас были эти, не знаю, насколько были хотя бы отцы-основатели знакомы с, ну, не знаю, с Кислером, с теми же, значит, с англичанами, и так далее, или там с, с этим, с Аркасанти, и так далее. С Аблей. С Аблей, да, Пау. И, потому что, если этого языка не было, а его, ну, да, его не было, то, вот, было такое хорошее время, родился такой замечательный проект. Потом время поменялось, и, скажем, я хорошо помню, как мы делали парк Левелец, Лежавый, и это было что-то чудовищное по своему, по своей коллажности, такой игре в постмодернизм, какие-то старые, старые, старые клише, там и так далее. Потом опять время изменилось, и уже с Хазановым стало делаться что-то такое псевдокомьютерное, какая-то, при том, что идеи везде были закладывали замечательные. А этот проект каким-то образом вошел бы в историю, а все для меня, очевидно, никогда не попадут в эту самую историю. Вот, может быть, есть какое-то сожаление, что такого языка не было разницы, не было сделано. Ты знаешь, мне кажется, что вообще новый, вот, как бы, архитектурный язык, это вообще не в России рождается. А. Да. То есть, вот, есть такая, например, черта, то есть, называется, там, дисграфия. И когда-то был удивлен, что в Италии, скажем, вот, какие-то надписи у ресторанов, которые там выходят, чувак, и он быстро написан, просто сдохнет можно. В городе Бергамо, там, например, заводи, там эти студенты каких-то музыкальных коллег, великолепным, великолепным шрифтом, пишут фломастером, что в России, там, кроме того, что мы там привыкли видеть на стенах, то есть, как бы, нету национальной, как бы, не знаю, черти, характери, вот, нету такого, вот, линии, я не знаю, такой графии. И, мне кажется, что это не касается не только нера, то есть, все мы, в общем-то, пользуемся, ну, как бы, в этом нет ничего стыдного, потому что, что такое язык, это какие-то буквы, слова, да, весь вопрос все равно, слова не мы придумываем, их комбинируем, и из-за этого получаются какие-то новые тексты. Но то, что не мы слова придумаем, вот эти архитектурные, не в России, мне кажется, для меня это очевидно, поэтому я даже, как бы, не очень стыжусь, ну, как бы, явных адресов, которые там любой внимательный, критикой здесь увидит, скажет, а это у вас оттуда, это оттуда, но, есть все-таки нечто, потому что, графика, она, да, она напоминает сразу много чего, но есть вот эти макеты, а макеты, это вещь уже серьезная, макет, вообще всегда бывает вещь магическая, да, потому что, тут только одна фотография, макет, это уже предмет, который, как бы, про себя знает больше, чем ты, который его слепил, который его сделал, да, и мне кажется, то, что вот эта миманская экспозиция сопровождалась макетом, и фотографией с него, вот это был какой-то шаг вперед, и если, как бы, эта графика, ну, можно по-разному к ней относиться, вот это было замечательно, что эта графика, это там, техника, которая это делалась, это такое, монотипе, там, типографская краска, которая там, перетиралась ложками, и так далее, и так далее, это все замечательно, но вот макеты, мне кажется, это действительно, ну, где бы это, там, новое слово, хотя, во многом, они тоже, где-то там, солейные напоминают. Ну, не так сильно напоминает, если так, вот, как бы, довольно, достаточно внимательно, тем не менее. А вы сказали, про, ну, это такое, застой, что ли, на 70-е годы, да, вы сказали, что у вас, это, будто мысль, это было и жизнь, а не проникал ли там, подустим, такой-то опыт, проектирования, представительство Китая, допустим, все-таки тогда, железный зарплес, он распространялся, но не на все, проскакивал какой-то, ну, футуризм со стороны Китая, ну, вдохновлялись ли вы Китаями в то время. Чем, чем я не читаю? Я считаю, я не читаю. Япония и Китая в то время это были на разные вещи. Скорее, вижу картинки и ассоциации с аниме, ты японский, я извиняюсь, пыль. Нет, японская, это, конечно, действительно была сильная архитектова, и все эти японские метаболисты, конечно же, они тоже, подсознательно, присутствуют вот в этих наших миланских почеркушках. Китайцев тогда не было просто. А китайцы вообще, мне кажется, появились как какое-то заметное профессиональное явление, да, лет 20-25 назад. Ну и если я вас... Александр Андреевич, как меня поражает эта идея с клеткой и космосом, да, есть очень популярное в сети видео, где через глаз человека масштабируется сначала в космос до границы Вселенной поэтапно, да, потом обратно в человека через кровеносные сосуды до размера клетки, и очевидность становится параллельно, что это визуально очень похожие явления. как была рождена вот эта идея ваша с клеткой биологической и с параллельно? Очень красиво все рассказывали, мне просто нечего договориться. это совершенно не укладывается в голове. Как наступило это прозрение, что нужно сделать архитектурную форму похожей на биологическую? биологическую форму входили в моду после вот этой сухой ситуации, как здесь, вот этот дипломный проект после этого, естественно, после острова нам хочется кислого, там, и так далее, так далее, полиокаллельно, и архитектурные формы, они были в моде, так далее. Как комплектовать вот эту dream team? Из того, что я сейчас услышала, я поняла, что командный дух, он, тем спи, во многом зависел от состава команды, да, сказать, что на этапе генплана был очень жесткий отбор участников. На этапе NER тоже можно сделать вывод, что Алексей Брусович такой трикстер, локомотив, да, Лежава, идеолог, тоже локомотив, Илья Георгиевич, кто, как бы вы посоветовали молодым архитекторам формировать свою команду, кто обязательно должен присутствовать, какие типажи, локомотивы, которые локомотивы, и обязательно лежал в гудохах. Потому что, мне кажется, что без таких как бы харизматических лидеров все это маловозможно. Если это будет просто какая-то выхлая команда примерно людей одного уровня, это несколько другое, понимаете, мне кажется, это вот обязательное свойство. В чем интересно, ведь, мне кажется, что русские люди, они сами по себе очень несклонны к какой-то такой самой организации. Любопытно, что Игурнов и Лежава, они были в общем-то, я бы сказал, с такими кавказскими замесами. И, может быть, поэтому они так хорошо нас всех организовывали, но в этом не было. Понимаете, я был, как мне говорили, какие-то мои коллеги, я не надоел тебе, там вот на этом, но вот ты уже там большой, взрослый, и так далее, он бы сам, понимаете, они не понимали, что это шел процесс какого-то вот такого взаимного обогащения. То есть, были нужны были нужны на этом очень некий такой симбиоз. Ну, счастливый симбиоз. Я не знаю, есть ли сейчас где-то в нашей среде люди такого уровня, потому что, кроме всего того, они были очень опоятные ребята, понимаете, они были очень остроумные. Рассказы там лежала, это просто нужно заслушаться было. Это тоже очень важно. Где взять таких людей? Нет, нужно воспитывать. Это как бы на конкретные народы, население России, даже с того времени, когда они жили, это не было рассчитано. Это было рассчитано на каких-то людей, которые где-то когда-нибудь вот. Где-то как в будущем. Ну, в будущем. Интересно, в будущем. Понимаете, вот эти, когда мы тогда, в 60-е годы думали про будущее, то оказалось, что будущее где-то в 2000-м году уж точно доступно. Вот 2000-й год прошел, мы уже 18 лет живем в будущем. Вы это заметили? В 2006-е год. Казалось, что еще не так вообще сильно отличается от того, что было. Нужно вопросик еще задать. Есть ли информация о том, что Майк-Нер был как-то реализован в жизни кем-то, может быть, вдохновение возникло у кого-то, кто-то не заровнил где-то на Россию, а где-то вот это? Нет, конечно. Александр Андреевич, спасибо. Вот у меня такое наблюдение, да, здесь еще много таких вопросов градостроительных, что ли, а вот, ну, честно признаться, я еще не успела посмотреть выставку, вот, и я смотрю, и вот послушала Вашу лекцию, вот вижу эту картинку, и я мне видела какую-то такую чистую идею, да, вот молодых людей, которые жили в том времени, в том месте, им хотелось вот какого-то движения, хотелось какой-то коммуникации, они это видели вот в какой-то понятные для них визуализации в виде транссибирской железной дороги, которая всех объединяет, нанизывает вот эти разные города, где есть для каждого место, для каждого есть единомышленники, коррективы и так далее, но вот на мой взгляд это более чем реализовано сегодня, просто это не в форме градостроительства, а это в форме совершенно других видов современного взаимодействия, то есть мы все уже давно как бы расселились, расселились вот сюда, и я уверена, все там и деревья, поэтому это очень интересное явление, что вот те идеи, они как-то все равно нашли какое-то современное проявление, но совершенно неожиданное. Для меня вот эта вся нервовская история, это не какие-то конкретные проекты, вот это изображение, но не это. Для меня это вообще некая деятельность, для меня нерв, это, я бы сказал, это процесс, может быть, это школа, через которую как бы проходили люди, не знаю, воспитывая себя, там распитывая других, и так далее. То есть это не есть какой-то конкретный результат, это процесс, если хотите. А еще раз советую посмотреть кино, которое показывает. Так, как уходит лежат, все объяснив, скажи, что кино это, что у нас больше не будет. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.